Главная новость к этому часу. Спортивный арбитраж отменил санкции против 28 российских спортсменов. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. На Олимпиаду смогут поехать ранее отстраненные лыжники. Александр Легков, Евгений Белов, Максим Валикжанин, Алексей Петухов и Никита Крюков допустили конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева. Суд в Лазани оправдал двух саночников и бобслеистов. Допуск получил скелетонист Александр Третьяков. Также восстановлены их результаты и медали на Олимпиаде в Сочи. Санкции в отношении 11 человек суд подтвердил, но заменил пожизненный запрет на пропуск одной Олимпиады. Российские спортсмены обжаловали в спортивном арбитражном суде в Лазани решение Международного олимпийского комитета об их отстранении из-за допинга. Сегодня в нейтральной форме и с эмблемой олимпийские спортсмены с России атлеты прилетели в Южную Корею. Россию отстранили, поскольку МОК считает доказанным, что в стране на протяжении многих лет существовала программа применения допинга. Спортсмены использовали запрещенные препараты фактически по указанию высших чиновников. Об этом заявил бывший глава российской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он также утверждает, что президент России не мог не знать об этих нарушениях. Вчера Владимир Путин пожелал спортсменам, летящим в Корею, удачи и сказал, что отстранение сборной – вопрос политический. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить. Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, выступала и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах и во всех отношениях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!